итак здравствуйте дорогие друзья сегодня на вторник 20 февраля давайте с вами посмотрим на графики еврофунт и поговорим о дальнейшей перспективы движения видим что ничего вчера абсолютно интересного не произошло был у нас выходной день сша связи с днем президентов на европейской сессии евро ничего такого сверхъестественного мы не увидели и собственно торговля сохранилась в рамках бокового канала в котором предлагаю вам действовать сегодня по британскому фунту давление на пару вернулась но это в преддверии сегодняшних парламентских слушаний выступлений представителей банка англии сегодня у нас нет никакой важной фундаментальной статистики не по еврозоне опять же не по соединенным штатам америки поэтому в экономический календарь нет никакого смысла смотреть но выступает у нас достаточно много представителей британского регулятора и очевидно что послушаем как они собираются дальше действовать на фоне далекой от целевых значений инфляции на фоне резкого замедления экономики находящийся уже одной ногой в рецессии и при этом сохраняющийся на высоком уровне объема рочных продаж довольно сложно в этой ситуации будет банку англии дальше принимать какие-либо решения и очевидно что самой оптимальной политикой на мой взгляд будет сохранение всего того без изменений что есть сейчас уже рынки оценивают первое снижение процентных ставок великобритании лишь в августе этого года поэтому если политика банка англии выступления заявления представителей будут носить жесткий характер то очевидно спрос на фунт может вернуться и вот эта восходящая коррекция которую нас наблюдается еще с 14 февраля может продолжиться если позиция представителей будет неопределенной и в том плане что поживем увидим нужны новые данные будем бороться с инфляцией несмотря на проблемы в экономике все это конечно приведет к распродаже фунта и вполне вероятно возврату минимумом в прошлой неделе по еврозоне как я уже говорил никакой фундаментальной статистики сегодня нету поэтому очевидно что буду рассчитывать на появление покупателей уже в районе на 7 62 это часовой график евро доллара ложный пробой здесь точка входа в длинные позиции но идем в район 0 7 88 за пределы этого диапазона вчера мы не выбрались и сегодня очевидно тут будут продавцы так что действовать предпочтительно при формировании ложного пробоя неудачное закрепление точка входа на продажу если никакой активности на он 7 62 стороны покупателей нету прорыв с обратным тестом снизу верх этого диапазона все это приведет к распродаже уже на 0 7 35 где посмотрю покупки на сколько с коррекции в 25-30 пунктов ну либо длинные позиции тогда уже в районе минимума 14 февраля в районе 0 6 98 также на отскок если быки забирают 0 7 88 можно рассчитывать на более крупного садящую коррекцию чтобы собрать вот эти стоп приказы всех продавцов которые набирались от 8 февраля и где-то 0 8 17 здесь буду смотреть уже короткие позиции на ложном пробое но продавать евро планирую на отскок от 0 8 40 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов что касается британского фунта его технической картины есть у нас 25 67 на ложный пробой здесь с посылом будем бороться с инфляцией сохранять ставки на высоких уровнях от представителей банка англии все это хорошие точки входа в длинные позиции ну а возврат под контроль 25 99 обратно ты сверху вниз про торговка на этом уровне все это даст дополнительную возможность к росту в район 26 27 и 26 60 где уже посмотрю продажи на оскок с коррекцией в 25 30 пунктов короткие позиция 26 27 25 99 предпочтительным на ложным пробоем на негативной реакции рыночной на выступление представителей банка англии ну а прорыв в 25 67 обратный тест про торговка ниже этого уровня наверняка приведет уже к продажам в район 25 35 и вот кроет нам дорогу уже на 2507 где посмотрю покупки на оскок в расчете на коррекцию в 25 30 пунктов длинные позиции 25 67 ровно как и 25 35 лишь при формировании на ложного пробоя всем удачи